О, произошло за сутки, блин, новости года. Я не знаю, если мне такую хрень пишут, а может это и не хрень, может это я, не догоняю пока. Чё тогда пишут каким-нибудь, у кого вообще там миллиард подписчиков? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок О, нифига в рифму плоти. Вот, класс. Короче, тема такая, зачем мне люди пишут не в смысле что-то оскорбительное, нет. Я вчера, значит, сказала, что подушку для беременных, что я видела, что её кладут в кроватки, ну как вместо бортиков. Несколько человек мне написали и скинули статьи из гугла. Какие-то в Америке был случай удушения, ребёнок удушился этой подушкой во сне. Дальше, значит, пишет мне, я снимаю кошку. Мне на эту сториз женщина, девушка, не знаю, пишет. Алена, их нельзя стричь. У них оказывается шерсть, там что-то как терморегулятор, им холодно. Я пишу, здравствуйте, до свидания. И всё, и она мне, давай. Я просто только вчера, я сама, типа, только прочитала, только это, нашла статью какую-то. Я думаю, ты вот, ну, она уже была помечена флажком, то есть я больше никогда не открою этот диалог. Это называется у меня предблоковое состояние, когда человек ничего обидного не написал мне, ну, типа, пусть дальше смотрит. Но пишет мне бред, и, ну, смысла общаться я с ним не вижу. И мне реально хотелось открыть диалог и написать, мы с вами, ну, типа, родственники или подруги, всё, что вы будете находить в интернете, всякую хрень, вы мне всё будете скидывать? Ну, типа, зачем ты мне это пишешь? У меня уже подстрижена кошка, уже семь лет или шесть подряд, два раза в год она у меня стрижётся. Ей кайфово, она не рыгает шерстью хотя бы два раза в год. У меня не холодно дома, у меня жара. Она говорит, ну, что за... Зачем ты мне это пишешь? Чтобы я себя теперь чувствовала виновата и смотрела на свою кошку, которая и так прикидывается бомжихой, которую жалко всегда, когда она спит. И чтобы я ещё больше испытывала чувство виновата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Алена, ну, вот тут... Ти что, блять? У тебя что? Подруг нету, я не знаю, ну... Им скидывай это. Алена, у тебя какой срок беременности? У меня идёт 20-е... 20-е... Середина уже 20-е недели. Все, ничего у нас? В четверг? Уж в понедельник 21 начнется. Или в вторник, не помню. У меня уже 25 числа второй скрининг. Можно было уже на этой неделе, но у моего доктора нет места. Я хожу только к одному УЗИсту, матерый мужик. Сколько желаний сбылось с прошлого? Да дофига. Ну, в смысле, как минимум, вот это все. У меня тогда не намек. Началась пандемия. Ну, то есть, чтобы вероятности с кем-то познакомиться и там... Нашла же, блядь, вероятность. Воронков супер? Нет, я не знаю, кто это такой. Я хожу к Дегтяреву только. Только к Дегтяреву вообще. Моя любовь уже много лет. Мы с ним сразу поняли друг друга. Я говорю, вы делайте. Я не буду вам мешать. Вы все там, что надо... Они же там все диктуют, какие-то цифры. Я говорю, вы только в конце датчик не упирайте мне. Вот две минуты я просто посмотрю. Он говорит, хорошо. Ну, и он оставляет... А, это тоже УЗИС? Я не знаю там этих всех. Я же там не наблюдаюсь. Я только на скрининги хожу. Хотя я бы с удовольствием наблюдалась там по беременности. У них еще говорят, какая-то крутая школа подготовки к родам. Я не знаю, это, ну, наверное, платная. И с какой там это недели. Пойду на скрининг, спрошу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 не понимаю ты одна с ребеночком надо разобраться чистку дома и забеременела сейчас думаю ну как же я игрушки то там ну пусть хоть несколько мягких игрушек у меня будут но естественно это будут акулы девятый месяц да я чувствую я буду очень красиво а Продолжение следует... 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 вот для отчаяния что быстро погрелся лень вставать короче я ничего не знаю куда то есть колбасок ну доктор естественно доброе утро с новосибирска доброе утро мы находимся в этом же городе вам тоже доброе утро у меня сзади зеркало а я немножечко без штанов ну вы может быть лучше у меня что-нибудь спрашивать потому что у меня я все что хотела рассказать я вам рассказала я могу только пожаловаться на подписчиков больше мне сейчас ничего интересного не происходит чем рассказать вот еще я даже не знаю одно да потому все спят еще да нифига не спят у нас сколько спасибо за внимание спасибо за внимание чтобы вы не знаете вы Продолжение следует... 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 Слушайте, а после рода как-то не пойму взаимосвязь жира и родов, и плоского живота. Причем тут липосакция и плоский живот после родов. Это ж, блядь, не волшебная палочка. Если у меня кожа растянется, как у меня будет плоский живот-то? Или диастаз разойдется, или что там бывает. Еще сколько-то там потом с животом ходят, не сразу же он сокращается. Но вроде не должно жира налепиться. Несмотря на то, что я сейчас ем, у меня все, мне кажется, идет на другие части тела. Новый вроде не нужно. Но мне не убирали его до кожи прям, до конца. То есть у меня была липосакция, очень чтобы гармонично. То есть было бы смешно, если бы у меня на животе была просто кожица тоненькая, кубики. И я такая жирной жопой, да, там с ручищами. Ну это смешно. Айка слегка была бросить. Не знаю, я еще до беременности меня отнюю. Это сики вонючие стали. Ну типа если мне невкусно, я не давлюсь. Ну да, типа странно спрашивать меня, что будет после родов, если я ни разу не рожала. Посмотрим вместе с вами, что у меня будет. У всех все по-разному. Да, конечно, главное, бэбик, вообще мне пофиг на живот. Вообще пофиг. Не будет плоский, нарастет жир. Откачаю еще раз, значит. Вообще пофигу. Ну почему-то мне кажется, что нормально все будет. И мне нравится, что я сейчас не сильно набираю вес. У меня прям прекратился резко этот период. Как только я Макдональдс перестала жрать. Сегодня такая пасмурная погода. Никуда я сегодня не поеду, буду дома. Мне нужно настроиться. Не могу, прикиньте, уже два месяца настроиться. Открыть диван. В зале поднять вот эту штуку, угол дивана. Там что только нету. Всякие коробочки. Из-под телефонов, айфонов, бумажки, упаковки, конверты подарочные. Какие-то провода, короче. И я хочу все выгрести. То есть у меня в гардеробе сейчас уже порядок. Хотя оттуда еще много чего можно из вещей поотдавать и повыкидывать. Слышу за этим. Мне вообще настолько пофиг на этот момент. Я ем то, что хочу. Отказалась только от вредной пищи, потому что доктор сказал, и все. Да, марафон Лерчика хороший. Самый вообще прикольный марафон. В плане не напряжный, все четко и понятно. Чат можно, болталку вообще не устанавливать. Ну, типа, только где пишет Лера в Телеграме. Ну, я устанавливала. Там скидывают примеры, как делать фотки. Ну, короче, он меня не напрягал, а звук отключила и все. Короче, прикольно. Потом соберешься, и получится. Да блин, я смотрю просто сейчас на Юлю. Она вздыхает через каждый выдох, вдох. И говорит, ой, делай все дела сейчас, пока можешь. Я сейчас вообще ничего не могу по дому себя заставить. Вообще не охотишь. Ей уже тяжело. Ну, я прям вижу, что ей уже тяжело. Я-то пока вообще бодрячком. Вот сейчас утром, голодная, и еще спит ребенок. То есть я вообще не чувствую себя беременной. А к вечеру я сильно уже беременна. На большом сроке. И по ощущениям, и по внешнему виду. Короче, не знаю. Да выкину, конечно, настроюсь на днях. Выходные тоже вроде говорят, да, погода не очень хорошая. Буду дома сидеть. Что мне делать? Я сумку в роддом накануне собрала. Хотя собраться нечего. Как ты чувствуешь, что ребенок просыпается? Ну, так он же там шевелится. Блин, когда у вас человек уже 24 сантиметра, вы чувствуете, поверьте, когда он там двигается. Пока спит. Не шевелится. Ой, не. Вот это точно не про меня. Окна помыть точно нет. Вера, не понимаю, как бороть, как от растяжек. Как бороться с растяжками? Никак. Никак. От кожи все зависит. Кто-то мажется просто по 8 раз в день всю беременность. И даже без беременности на дню. И у них все равно все тело в растяжках. А кто-то не мажется вообще, и у них нет растяжек. Я то мажешь, то не мажешь. Ну, типа, у меня нету такого, что я мажусь, чтобы не было растяжек. Я знаю, что их на животе не будет у меня. На груди, надеюсь, не будет. Но попи у меня не есть. Не знаю, на маму смотрю и как-то... Кожа же, наверное, у нас одинаковая примерно. Короче, я знаю, что бесполезно суетиться, поэтому... Поэтому не навожу суету в плане растяжек. Будут, будут, не будут, огонь. Да, да про окна. Ну, в смысле, я в принципе этого не делаю. Я все не могу позвать клининг. Ну, во-первых, у меня девятый этаж. И, короче, вообще, в принципе, у меня есть такой момент психологический. Я себе очень давно сказала, глядя на бабушку и на маму, как они стоят просто в этом пролете. Я вот так смотрела и говорила, я никогда в жизни, блядь, не буду мыть окна. Никогда в жизни. Пусть они будут лучше грязные, если у меня не будет денег на клининг. Я мыть окна не буду никогда. Это мой такой моментик. Там и страх, и лень, и все подряд. Ну, а как бы на девятом... Это если с детства ты там питаешься... Правильно, и витамины, то да, у тебя, типа, внешне будет отличаться кожа с другими людьми. Это как, знаете, мне все... Я когда выложила пост про беременность, мне кто только не написал. И йога, и пилатес, и фитнес, и все, и просто все в кучу. Я говорю, Алена, во время беременности. Очень важно. Я говорю, понимаете, что я уже больше года не занималась спортом в принципе, и ничего хорошего не будет, если я во время беременности начну им заниматься. Так не делается. Максимум, что я буду делать, это ходить в бассейн. Все. Вот это то же самое. Резко начать что-то есть, чтобы... Или, знаете, мне написали эти курсы тренировки интимных мышц. Я говорю, вы мне хотите сказать, то есть если я буду к вам ходить на курсы, я не порвусь. Вот. До свидания. Ой, спасибо, но это же еще маска сверху. Хотите маску от ключев? Я на самом деле просыпалась очень страшно, и пока не перестала есть вечером. Перестала есть вечером, вообще получше стало. Я, во-первых, и не отекаю, во-вторых, я просыпаюсь, прям хочу... У меня неохота к ним даже идти после того случая. Фу, надо же, как выбесили меня. Сейчас такое случается, окна, это так. Я зачем-то шторы снимала, стирала все. Ой, слава богу, у меня и штор нет. Две в спальне эти тюли, которые я, кстати, да, не стирала уже года два. Я их вообще подумываю снять, чтобы не стирать. И это... У меня появилось желание расхламлять квартиру. Вот это у меня появилось. И у меня сейчас нет такого, что я, как раньше, помните, там... Продолжение следует... 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 Прокрестить не знаю, это вон пусть у нас папочка решает, я к этим моментам, у меня свое отношение, меня не крестили, я покрестилась уже в возрасте, сколько мне было, 25 лет что ли, только для того, чтобы стать крестной у двойной сестры сыну, я только для этого покрестилась, такие правила, я не лезу не в свое дело, есть такие правила, я пошла и сделала, у меня свое отношение к этому всему, я не против абсолютно, но я этим заниматься не буду, кому надо, надо это бабушкам, дедушкам, пусть крестят, я хочу просто выносить и родить, я хочу ребенка Меня вообще не интересуют ни четвертые, ни пятые триместры, ничего будет с моей кожей после родов, если честно, я каждый день просыпаюсь и думаю, хоть бы все было, вот как сейчас идет, вот пусть все так же будет хорошо Все, поэтому у меня вот такая немного защитная реакция, ну немножко агрессивная, потому что, ну типа нахера вы ко мне лезете, вот уйдите, вот ну что нету других страничек в инстаграме, пишите туда это говно Четвертый триместр, это уже ребенок родился, он приспосабливается к нашему миру с помощью мамы Ой, не могу Ну если так, то буду вынашивать, я не брошу своего ребенка на производство судьбы после родов Да, реально, до 18 лет будут эти триместры приспосабливаться к внешнему миру Зачем это все так обзывать? Ой, все Денис, я только начала радоваться, что у тебя сломался телефон и уведомление не пришло, я уже час в прямом эфире Вот так тебе интересно, как себя чувствует будущая жена, ребенок Я надеюсь, у нас не будет проблем с тугофериями Ой, я думаю, все уже допоняли, кто это Ну что вы мне пишете-то ничего Короче, я пойду сейчас завтракать уже Не могу я с вами готовить завтрак Я стесняюсь Мне хочется всякую все подряд поесть Апельсиновое варенье на колбасу докторскую хочу намазать Не хочу, чтобы вы это видели Так что, да, спасибо А вам тоже, кто завтракает, приятного аппетита Да я уже все, я уже Я настраивалась-то на три, видите, а тут оказывается их четыре Да, Денис, сейчас все подумают, что ты имбецил Хватит писать мне фигню всякую Какие тебе дети, ты сам еще ребенок Смотрите Три триместра это девять месяцев, значит год это четыре триместра Четыре на четырнадцать это сорок Пятьдесят шесть Нихрена себе Прикиньте, а я еще не это Не отупела до конца Ну точно Тугасеря сейчас допишешься, кстати Не поставлю дверь в туалет к твоему приезду, ясно? Испортила тебе жизнь, нарушивающая личные границы Так, у меня закончился чай, все, значит пора наливать второй Вот так Стала пить, прикиньте, чай, кофе не пью И знаете, какой самый вкусный чай для меня сейчас? Просто самый вкусный чай, я не добавляю ни сахар, ничего туда Просто он такой вкусный, попробуйте Не реклама И чайник Блядь, пошар А вы говорите, хорошо глаза сделала Нихера не вижу Не надоела я вам еще? Со своим утренним тугосерией в эфире Ой, я чувствую, такая веселуха начнется, мамма миа Я морально не готова к такому веселью еще Мне нужно подготовиться Мне бесит, когда чайный пакетик поднимаешь Хочешь его, вот так, знаете, быстро-быстро до помойки донести Уже почти донес И если не на пол, то на пакет все равно капнет на внешнюю сторону Эй, не какнула Испугался Что вы ржете, надо мной ржете? Или там у вас своя тусовка? Ладно, порежу сыр Тут умереть Можно от вас не уйти Просто так Сейчас поставлю А вот так слышно? Я просто на этот поставила На динамик Сейчас вам кое-что расскажу Если слышно Слышно? 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 Не слышно? А, вот Короче Мне тут пишут Эти Я не знаю, знали вы, что у вас существуют такие люди Я лично нет Организаторы порядка Это не клининг Алена, здравствуйте Мы организаторы порядка Наведем порядок в вашем доме Подготовим квартиру к появлению будущего ребенка Я пишу, здравствуйте Это все, конечно, замечательно Я говорю, каким образом вы будете подготавливать мою квартиру к появлению ребенка? Они мне говорят Мы привезем вам удобные органайзеры, чтобы у вас нигде ничего не валялось Сделаем перестановку мебели И какие-то корзины расставляем по вашей квартире Я говорю, а зачем мне это все? У меня, говорю, из мебели диван и кровать Их вы не переставите Никуда Кровать развалится Если ее двигать, ее некуда двигать Диван тоже некуда двигать Он напротив Ну, типа, все, у меня нет больше мебели Столы, стулья, комоды Я говорю, у меня нет этого Мне кажется, они подумали, что я над ними стебу Я говорю, у меня нету мебели У меня нет столов У меня две барные стойки и ни одного стула У меня нет шкафов У меня одна гардеробная Какие комоды Какие органайзеры мне развешиваются У меня это наоборот бардак был Хлам везде Я представляю вот эти, знаете, такие тряпочные Эти полоски с карманами Совдеп вот этот Думаю, зашибись вы, организаторы Беспорядка Корзину вам привезем Красивую для белья Я говорю, для какого белья мне корзину У меня в ванне будет стоять Ну, короче, там для ребенка шкафчик дополнительный Какая корзина Мне не нужна корзина для белья У меня что, семья 8 цыганей Два человека одежду сняли в машинку, закинули Какая корзина Ну, короче, они подумали, что я скафа Потому что я им сказала, у меня этого нет, этого нет Это у меня не двигается Мебели нет Ничего у меня нет У меня реально ничего нет А как советы мне пишут, куда поставить кроватку Сейчас я Алена, я сейчас тебе посоветую, куда поставить кроватку Да правда, что ли? Слева или справа Тут два варианта, куда поставить детскую кроватку Куда я ее поставлю? В комнату, что ли, в другую? Ну, короче, как-то так Всех вроде обосрали Можно и покушать Естественно, я уже так хочу писать У меня нет двери в туалете Я не могу оставить телефон Вы все будете слышать Это не очень красиво Наверно Мы еще с вами не так близки Роды вы мои еще не видели Поэтому Оставим это на будущее Нашим с вами отношениям есть куда расти Приходишь домой, а там переставлено полквартиры Да, короче, самое смешное реально, что у меня нечего Что они будут переставить Куда они переставят диван? Спиной к телевизору? Ой Да нет, все, пошла Это мне Я сейчас вспомнила, что я даже зубы, блин, еще не чистила Уже чай попила Фу-фу-фу Мне лельку в потолку не советовали Мне пишут, типа Алена Не бери ни в коем случае И ну там дальше вот это Я думаю, во-первых, ты с чего взяла, что я собралась это покупать А во-вторых Ты почему меня отговариваешь? Может я хочу все купить Своему тугосере любименькому Что хочу, то я куплю Это будут только мои грабли И причем, ну как бы я вам давно сказала, что я особо ничего покупать не собираюсь Мне надо купить кроватку и коляску Все остальное у меня будет в прокат Типа я не сумасшедшая же, ну Все люди думают, что я без них вообще не разберусь Что я не в курсе, что электрокачелю за 35 тысяч можно не покупать, что существуют прокаты Я же, ну Нет, я этого не знаю Мне кажется, я про детей Ну в плане про такие какие-то моменты Достаточно много знаю А если чего-то не знаю Я спрошу То есть, ну наоборот, круто, когда есть инстаграм, где Где тебе помогают и пишут советы, когда они тебе нужны А не когда они тебе не нужны Ну типа это должно по-другому работать Блин, опять икота началась Уже икаю два дня подряд Да, я сегодня никуда не ходила Ну просто, наверное, ваши все знакомые не ведут прямые эфиры Потому что бомбит от непрошенных советов Мне кажется, каждого Абсолютно На Алтай собираетесь? Да, на Алтай собираемся 9 июня Поедем на Алтай на 5 дней Поэтому лечу На 2-3 недельки прилечу И уже буду все Буду готовиться к родам Капец, мне казалось, еще так далеко Октябрь, это же капец так далеко Сейчас думаю, как заканчивается пятый месяц Заканчивается пятый месяц Все, осталось лето и все А лето первое и половина второго месяца полностью расписано То есть у меня останется, грубо говоря, август Ну сентябрь еще, но там уже все, паника будет Время летит, а не так медленно, как хотелось бы Так, что, кого мы еще с вами не обсудили? Не помню, похоже, все на сегодня Я за сегодня подсобираю информацию в дарикте И завтра выйду в эфир тоже с утра Мне нравится это Я надеюсь, эфир утренний смотрят не те, кого мы обсуждаем Как-то, наверное, не очень Тогда было бы Хотя... Пусть... Если им никто не говорит, и я не буду говорить Они не поймут, что они что-то делают не так, правильно? А так хотя бы будут понимать, что... Ну пусть они на меня обидятся, но зато другим людям, когда такое захотят сказать Уже сто раз подумают Нифига у меня бровь облазит, мне кажется, даже вам видно Так, все, пошла завтракать Я не говорю ни про роды, ни про врачей, ни про коляски Потому что я не вынесу советов и обсуждений моего выбора Поэтому я расскажу все по факту Вот, отшелушу вам напоследок свою бровь Левую, это к деньгам, ловите, ловите, ловите Кусочки моей кожи Такая дура Все, всех целую Было очень приятно с вами скоротать Это замечательное пасмурное утро Надеюсь, вам тоже Увидимся в сторис